Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. И уверен, наверное, есть часть людей, которые не совсем врачи, но тоже очень внимательно прильнули к экранам телевизоров или мониторов на новой серии передач, которая ведется совместной мультидисциплинарной командой специалистов, которую я хотел бы сегодня вам представить. Вы все прекрасно знаете уважаемого профессора неврологии, руководителя одного из ведущих печатных изданий, Вестника неврологии. Правильно я говорю, да? Все правильно. Анатолий Иванович Федин, вы его знаете по колоссальному объему передач. Этот человек образователь, популяризатор правильной неврологии без всяких каких-либо... Сначала я врач. Да, но вы и мужчина. И сегодня тема, да. И вы все прекрасно знаете его. И я очень горжусь нашей дружбой, нашим таким партнерским отношением. И, наверное, коллегу, которого вы еще не слышали, Александр Гудис, да? Да. Это крайне уважаемый и один из наших, наверное, самых перспективных урологов, который работает в сфере эндоурологии, онкоурологии. И вообще колоссально развит по большинству направлений урологии, в том числе и по мужской боли. Он является вице-президентом Ассоциации молодых урологов, руководит отделением урологии, онкоурологии в институте рентген-радиологии. И мы сегодня немножко потеряли, но я думаю, наверстаем наш уважаемый профессор Валяви. Ну, мы его найдем в следующих передачах. И вообще серия передач, она планировалась как? Вы видите, мы сегодня все без галстуков. Это очень нестандартно. В большинстве случаев мы всегда в галстуках. Мы представим какие-то фундаментальные науки. А сегодня это серия передач, о чем говорят мужчины, на самом деле о чем не говорят мужчины. И тема, которая была блестяще подана профессором, мужская боль, именно взгляд мультидисциплинарного подхода. Да, коллеги? Антон Иванович, скажите. Ну, я думаю, такая типичная ситуация. Что-то болит, болит в неприличном месте. Мы назовем так анагенитальную боль, где-то в этом месте болит. И, конечно, человек современный пойдет к врачу, и у него нет проблем. Но у него начинает, как говорят, зацикливаться. Так вот. И вот причины этой боли, мы назовем ее тазовой болью, боль в области таза. У мужчин, у женщин другая проблема, тоже очень близкая проблема. Вот то, чем приходится заниматься многим специалистам. Начиная, конечно, с нашей любимой терапии. Это понятно, да? Это, конечно, урология, это коллапартология, это неврология. И врачи, которые помогают нам часто лечить, да? Это врачи-психотерапевты, это иглотерапевты, мануальная терапия. Какой большой круг специальностей медицинских затронут в этой проблеме. Ну, давайте какой-то типичный пример. Типичный пример. Ну, сегодня я только вернулся с приема, как и мы все. Прелесть наших передач, что здесь сидят врачи, которые практикуют. Мы не заумные люди, сидящие в стеклянных кубах, где они пишут гениальные свои произведения на тему науки. А мы видим каждый день пациентов. Яркий пример. Мужчина чаще всего старше 30 с чем-то лет. Где-то 35, 37, 52 приходит с жалобами. Обычно направляют терапевт при осмотре у терапевта, он говорит, у меня вот болит вот там. Терапевт, естественно, говорит, а, ну это к проктологу, у вас же болит там, в заднем проходе. И начинается такое, как вот Александр Гудисович очень правильно сказал, медицинский пинг-понг. Потому что этот пациент начинает ходить по кабинетам уролога, проктолога. Сложные проблемы иногда даже достигают пациента, врачей, которые называют, помните, у нас снова специальность есть, специалист по хронической боли и так далее, и так далее. Мужчина приходит, я его осматриваю. Наши стандартные проблемы, которые проктологически могут вызывать боль, это анальная трещина хроническая. Сразу скажу, что она, эта боль, была бы связана с актом дефекации. В обычное время она была притухшая, а после акта дефекации она очень усиливалась бы. А у этого пациента нет. Хорошо, следующая какая у нас проблема, бывает болевая. Например, тромбированный геморрой, тромбоз наружных или внутренних геморрозных узлов. Но это четко связано с приемом алкоголя, с подъемом тяжести, с какими-то большими физическими нагрузками или комбинацией. И это острое состояние. У этого мужчины этого тоже нет. То есть, у нас такая сразу логическая цепочка, протеологическая. Хорошо, новообразование, рак прямой кишки. Редко, но метко он болит, чаще всего это, конечно, кровотечение. Посмотрели, сделали рактокоскопию, колоноскопию, нет этого. При дополнительных каких-то обследованиях мы пытаемся исключить генез воспалительный. Другое заболевание – острый парапроктит. Помните, да, это абсцесс периональный. Такая неприятная штука, она же связана со свещом прямой кишки. Это как бы курица и яйцо, одно из другой вытекает. Если и этого нет, мы начинаем много думать. Пациент при осмотре чаще всего выказывает жалобы. Периональная область не болит. Сфинктер очень напряжен, гипертонус так называемый, но при этом трещины нет. При пальцевой ревильзии, которая делается желательно теплыми руками, в таком комфортном месте, без всяких провоцирующих факторов, чтобы не напрягся он лишний раз, выявляем, что у пациента гипертонус сфинктеров и гипертонус леваторов таза. Иногда пальпаторно определяем, что у пациента напряженный леватор таза. Вспоминайте анатомию. То есть, пациент лежит на спине, пальцем посмотрели. И вот то, что снизу, где копчик, где крестец, оно как у лиры, как у арфы. Натянуты прям вот эти мышцы, прям вот можно, или у кокцигиус, прям все пубректалис определить, как в анатомическом музее. И пациент выказывает боли на это. И мы называем это как цигодини. Иногда болит копчик, очень характерно, так надавливаешь на копчик, прям ойкает. Иногда таких пациентов начинает как-то вот выказывать, вот ни к чему привязаться нельзя, а при осмотре простаты он немножко так говорит, ой, дискомфорт. Ну, рутинный проктолог, естественно, находит способ отфутболить пациента, говорит, это к урологу. То есть, я описал проблемы какие, острая анальная трещина, тромбоз, парапроктит, опухоль, какие-то вещи. Но чаще всего мы вытекаем из этого и делаем диагноз кокцигодиния. Извините, как я завидую вашей специальности. Вы все видите. Ну, я пальцем большую часть вижу на самом деле. Диагнозы пальцем ставятся. Поэтому неврологи, они все-таки более эрудированные, чем проктологи. У нас все-таки диагнозы такие простые. Я рутинно отправляю таких пациентов, даже если я вижу, как цигодинею, я отправляю к Александру и говорю, Саш, посмотрите, пожалуйста, нет ли там какой-то урологической патологии, потому что у нас там нечего больше болеть. В малом тазу у мужчины располагается мочевой пузырь простаты с уретрой, прямая кишка с интерным аппаратом и костная структура с сосудами, да с нервами. Там болеть-то нечему физически. Саша, а у вас как? Ты знаешь, я так задалека начну. Если взять рекомендации, нет стандартов, вот рекомендации конкретно по тазовой боли, нет такой специальности, которая занималась бы тазовой боли. А давайте сегодня создадим. Ну, попробуем. Звучит гордо. Протокол сегодня бы составил. Но есть разные организации, которые в той или иной степени этим занимаются, вот в том числе урологи. Если взять клинические рекомендации Европейской ассоциации, допустим, за 2017, за 2016 год, там есть раздел «Хроническая тазовая боль». И если лет 15 назад это все стояло наравне с простатитом, и считалось, что это проявление простатита, то уже давно это пришло к такому виду. Если взять все стандартные протоколы обследования этих больных, то заглянув в последнюю графу, то есть то, к чему в итоге все стрелки приводят. Там написано, находим орган-специфическую проблему, лечим, не находим, и в итоге все стрелки приводят к одной большой группе, на которой написано. Отправляем к специализированным учреждениям, специалистам, бригадам врачей, которые занимаются синдромом хронической тазовой боли. То есть все-таки сейчас пришли к тому, что есть органика, лечишь органику и надеешься, что болезнь уходит. Нет органики, отправляй дальше. Это является почвой для спекуляций как раз среди хронических простатитчиков, а именно среди не очень правильных врачей, можно так сказать, которые любят ставить диагноз хронический простатит каждому второму, делать сеансы массажей, делать инстилляции 17-18-летним ребятам. Инстилляции? Да, инстилляция в уретру до сих пор даже что-то делает. А как это? Что это вообще? Что ждут от этой процедуры? Не знаю. Вообще это крайне пагубная методика, которую не стоит применять. А как объясняют логически вот эту процедуру? Инфекция сидит в уретре, сейчас антибиотики в этой смеси, которая содержится, промоют вам. На самом деле, если там что-то есть, это только усугубит всю симптоматику, картину. Но суть даже не в этом, а в том, что все пытаются этих пациентов сбагрить дальше. То есть не найти свое и отправить дальше. Особенно даже те, которые находят свое, но понимают без перспективности этого лечения. Потому что если взять формулировку тазовой боли, там четко написано, что тазовая боль – это, во-первых, доброкачественное состояние. То есть если онкология, да, она может вызывать тазовую боль, сдавливает какой-то корешок. Но это все отдельно рассматривается. Это чисто доброкачественная нозология. И если эта боль существует, она существовать должна более трех, ну хотя бы три месяца. Но вообще там написано, что до шести месяцев. Это, видимо, такой порог, как я понимаю, когда формируется какой-то... Ну это вообще, когда хроническая боль обычно дает интервал три месяца. Три месяца. Когда вот с трех месяцев она называется хроническая. До трех месяцев она может острая, подострая, там разные термины. Интересно. Да, и там к чему пришли, к так называемой теории U-Point. Потому что можно простатит найти и у вас, и у вас, и у меня. И у вас, кстати, коллеги там. Поставив этот диагноз, найдя лейкоциты в секрете предстательной железы. А вот расскажите, что вообще проблема с простатитом этим таким? Откуда это вообще? Он часто лабораторен, этот диагноз. То есть его ставят там, где его нет, потому что опираются на лабораторные показатели. Хотя, допустим, возьмем простой пример. Секрет простаты. Если мужчина не живет регулярно половой жизнью, банальный застой секрета, то есть отсутствие эвакуации в течение, допустим, трех-четырех недель. Допустим, у религиозных людей, вы знаете, да, многие в священный месяц ничем таким не занимаются. Хотя многие говорят, что это можно делать, но не занимаются, допустим. Соответственно, они приходят в конце месяца с обострением простатитов многие. Потому что банально секрет долго не эвакуировался. Состоялся. Поезд-депо называется. Более недели, ну, даже сказать, двух застоя, возьмем секрет, простатита нет, лейкоцитоз будет. Физиологически. Да. Еще мои учителя, на книгах которых я учился, писали, что бактериурия без клинического проявления, выявлено случайно, в низком титре, не требует лечения. А как же у нас любят лечить простатит? Это же святая корова. Да, это банально, но лечат у тех, с кого можно что-то взять, к сожалению. И занимаются, в основном, это специалисты и в частных клиниках. Вот я сразу вспоминаю, вы знаете, у нас в нашей стране был замечательный морфолог, еще ведущий морфолог в то время нашего Советского Союза, Ипорет Васильевич Давыдовский. Герой труда, но сам он не этим славился. Он был очень глубокий ученый, и вместе с ним какой-то философ медицины. У него есть такая небольшая книжоночка, вообще бессиллер. Называется проблемой причинности в медицине. Почему я вспомнил? Вот оттуда цитата его, я запомнил на всю жизнь. Если вы в крови у больного находите палочку Коха, это еще не значит, что это туберкулез. Поскольку должны быть симптомы этой болезни. То, что вы говорите. Лейкоциты в секрете, это еще не простатит. Мы берем пациентов на плановые операции по трансуртральной резекции аденомы. Мы делаем биопсию простаты у пациентов, у которых кроме высокого ПСА нет ни единой жалобы. И в гистологических заключениях у 15-20% мы получаем очаги хронического острого подострого воспаления. То есть клинически неважный простатит лечить порой и не нужно. Потому что тем более лечат применением массажей, массируют железы, в которых есть огромные камни. А это противопоказания к массажу. И вылечивая по анализам, добиваясь нормализации лабораторных показателей секрета, анализа мочи, говорят, что теперь вы здоровы. Но человека как и не беспокоило ничего, так и в лучшем случае не беспокоит и после лечения. А как же с нашим мужчиной, который я вам посылаю к вам? Нам надо исключить как минимум острое состояние. Острые состояния, они всегда в урологии очень хорошо видны. И так можно сказать звонят. Какие у нас проявления вообще воспаления именно в органах мочеполовой сферы? Ну начнем с мочевого пузыря, наверное. У мужчин это крайне редкий диагноз. То есть чаще всего, когда приходит мужчина и говорит, у меня цистит, мне поставили цистит. Я был у проктолога, и он сказал, что у меня цистит. Чаще всего причина в предстательной железе крайне редкая, ввиду особенностей анатомии длинного мочеспускательного канала и ловушки, которые из себя представляют, можно сказать, предстательные железы. Что происходит? Все задерживается в простате на уровне уретры. И крайне редко это все доходит до мочевого пузыря. У женщин цистит довольно частый недуг, как и пилонефрит. Это не мужская болезнь. Женщины довольно часто, особенно циститницы, страдают от пилонефрита. Заброс мочи инфицированный. Поэтому банально анализ мочи. Смотрим, есть ли какое-то активное воспаление. Активное воспаление в мочеполовой среде крайне редко бывает без выраженного ликоцитоза. Ректальное, пельцевое ректальное исследование, предстательные железы. Ее консистенция, понятно. Но если есть активное воспаление, железа будет чаще всего болезненно. Болезненно, либо отечно увеличенно, то есть ее консистенция тоже меняется. Какие еще боли? Это пульпаторно вы ощущаете? Да, через прямую кишку можно все это ощутить. Соответственно, часто приходят, жалуются на эпидемальную боль. Боль в придатке. Когда попадают к неквалифицированному урологу, уролог начинает лечить яички. Искать причину боли, делая ультразвук с доплером, пытаясь даже иногда отправлять на МРТ. Крайне редко истинная причина боли в самой мошонке. Потому что скоротальная боль эпидемальная, она чаще всего, если не было какого-то хирургического вмешательства, вот в 15% это после базоктомии встречается. Часто распространенная процедура в Соединенных Штатах у нас крайне редко это выполняется. Какая процедура? Стерилизация, да? Стерилизация. Мужская стерилизация. 10-15% боли, причем по шкале 10-бальной болевой, это 3,5-4,5 балла. Постоянную. Да, боль приличная по интенсивности. Примерно такая же. Хорошо, у нашего пациента этого нет. Нет. А вот сексуальная дисфункция, на что часто жалуются уже пациенты и молодого выроса, связана с простатитом? Раньше считали, что да. Сейчас считается, что именно эректильная дисфункция как таковая не развивается на фоне простатита. Сексуальная дисфункция это немного другое. А вы разделите. Это беседа без галстуков. Мужская беседа. Женщины, извините, сегодня наша передача. В следующий раз мы обязательно поговорим о женских проблемах. Вам тоже интересно, о чем говорят мужчины. О чем говорят мужчины? Что такое эректильная дисфункция? Что такое сексуальная дисфункция? Ну, сексуальная дисфункция это скорее психическое состояние, психологическое состояние. Потому что если у пациента, допустим, есть проблемы с артерией, с веной, неважно какая, ее найти и резко решить, эрекция крайне редко восстанавливается сразу, особенно если он с этим ходит долго. А ходят они обычно с этим долго, потому что такие проблемы мужчины редко любят афишировать, признавать, пытаются, тем более сейчас под рукой всегда есть интернет, найти самолечение, попить такой травки, вставить вот такую свечечку, и, к сожалению, доходит до нас довольно поздно, опять же, как и болевой очаг, формируя в себе очаг, ну, можно сказать, очаг неуверенности в голове. Соответственно, решая проблему с самим половым членом, даже если причина в гормонах, и мы восстанавливаем все, то именно уверенность в себе, она возвращается не сразу. Почему иногда таких пациентов мы на стимуляторах отправляем, чтобы не формировался негативный опыт, чтобы вначале он помогает себе препаратами, потом их начинает отменять. Здесь то же самое, нам надо просто исключить острое состояние, это делаем и для себя, и для пациента, потому что пациент должен понять, что причина не в предстательной железе, если действительно ее там нет. Потому что, опять же, читает интернет, думает об этом, но слуху, естественно, самая часто встречающаяся болезнь, это простатит, болезнь предстательной железы, начинается акцентуация на этой болезни, и все. Такого пациента очень сложно потом вылечить. Были даже исследования, у мужчин удаляли на фоне синдрома хронической тазовой боли предстательную железу, которая болела. Удаляли? Да, это простатектомия. Да, простаток-то это, например, по-моему, было. Прямо ради этой операции. Да, это старое исследование, мне о нем у Котов все время рассказал. Они плодятся очень много. И боли не уходили. И то же самое по женской части. Это же интересно, уже прямо вот уже даже интереснее. Хорошо, наш пациент пришел, у него простата, ну, побаливает, ну, как у всех, условно говоря. И, ну, сексуальной явной дисфункции нет, эректильная, как у многих, сорока, там, пяти, пяти, с чем-то, потихонечку началась. Что еще надо смотреть, что мы можем пропустить у такого пациента? Ну, если мы о мужчинах будем говорить, а не о женщинах, ну, помимо острого простатита, бывает хронический простатит. То есть, как таковое может быть неболезненным, но и идти с периодами обострениями. Возможно, вот он сегодня к нам пришел с вами, и сейчас простатита нет. Но простатит был 3-4 недели назад. Либо он с ним ходил. То есть, поэтому, почему при беседе важно не только понимать, где болит, да, а когда начало болеть. С кем. С кем. При каких условиях начало болеть, что провоцирует эта боль. Вот, причем она усиливается. То есть, есть ли связь с опорным двигателем аппарата, то есть, с переменой положения тела. А, даже вот так, да? С напряжением, да. Ну, это как почечная колика. Она либо есть, либо ее нет. Если она есть, то хоть на голове стоя, она не пройдет. Александр Гудич, скажите, а на каком этапе вы говорите, мы сняли простатит осте, простатит хронический, ну, наверное, большую часть урологических проблем, вы явно не наш. Когда этот пациент, вот что у него должно быть? Вот то, что не быть. То есть, с чем он дойдет до врача, крайне редко может быть обусловлено каким-то вялотекущим хроническим процессом. Самая главная наша цель, это снять острое состояние, снять острый диагноз. Кстати, а снимается эффективно? Что сейчас есть из современных технологий по лечению острого простатита? Острого простатита, ну, чаще всего это бактерия, причина бактерия. То есть, нам надо понять, что вызвало, и, соответственно, таргет на повисение. А бактерии сейчас высеиваются специально? Высеиваются, можно сеять мочу, можно сеять секрет пристательной железы, но с этим осторожно. Можно в уретру, просто секретом сложновато, потому что на фоне острого простатита, именно острого, массаж им противопоказан. Поэтому обычно, либо эмпирически начинают, потому что когда у человека температура 40-39, да, и уже появляется остаточная моча, ждать неделю посева. Торхиналон или что? Ну, мы начинаем, можно с них, смотря при каких условиях, как длительно, опять же. И тут еще очень зависит от того, что из себя представляет железа. Иногда просто антибиотиков недостаточно. Ну, помимо НПБС и всего прочего, иногда даже требуется деривация мочи, установка цистостомы, если наступает отек железы и какой-то определенный объем остаточной мочи. Иногда даже требуется дренирование очагов, гнойников, потому что может развиваться... Через прямую кишку? Можно через промежность. Через промежность лучше? Можно через прямую кишку, но вот наш опыт скоропомощной, я так много лет работал, мы дренировали нефростомическими дренажами через промежность. Через промежность, чтобы не инфицировать. Да, эвакуировали и туда вводили небольшое количество озона и пассивно эвакуировали. И интересно, ждали пока все это... Скажите, пожалуйста, ну это вот простаки, аденома простаты, это другое заболевание. Аденома простаты... Вот здесь можно причины боли, то, что мы сегодня обсуждаем. Часто, опять же, вот как я говорил, при трансуртральной резекции мы получаем также воспаление. То есть, почему пациент писал плохо и вдруг моча задержалась полностью, то есть острая задержка мочи. Алкоголь выпил. Да, алкоголь выпил, то есть добавляется отек. Многие вставляют свечки, говорят, вот я видел рекламу по телевизору. Что в уретру свечки? Да, в прямую кишку. Я вставил свечки, она, видимо, у меня уменьшилась. Не уменьшается аденома, просто воспалительный компонент, именно компонент простатита, да, отек уменьшается. Железа, соответственно, с давления констрикции уретра тоже уменьшается. Поэтому воспаление, ну, может быть, и оно может быть, и часто встречается при доброкачественном узле, при аденоме. Сама по себе аденома, ну, разве что только за счет давления, может, хорошо, но крайне редко. Аденома небольшая, там, ну, сколько, 70 кубиков, условно говоря, да? Или небольшая? Не боль, это не будет боль, это может быть давление, там, на пузырь, на шейку. Когда вы говорите, все, я уже устал, молодой человек, или, там, уважаемый Иван Иванович, ну, немой вы пациент, идите обратно. То есть, когда можно опоздать дальше, да? Нормальные показатели крови, нормальная ультразвуковая картина, особенности анамнеза, опять же. Если даже он с чем-то пришел, и мы видим изменения, к сожалению, учитывая особенности картинки, опять же, для психики больного, для того, чтобы убедить, что причина не в этом, мы должны нормализовать анализы, сказать, ну, вот вы видите. Здраво, очень здраво. То есть, не наше. А вот мы нормализовали, не наше. У нас великий хайп, который такой используется некоторыми частными, нечестными клиниками, а бактериальный простатит. Ведь это же... Вот сейчас стали чаще, я вам объясню, вот при их абактериальном простатите у 10-15% больных мы получаем улучшение на фоне эмпирической антибактериальной терапии. Значит, это что было? Да, почему? Потому что не всегда, к сожалению, при наличии отсутствия бактерий в моче, в 2-4 стаканной пробе, мы можем говорить о том, что бактерий нет. Иногда мы просто их не получаем, потому что конгестия, застой. Соответственно, иногда мы в таких случаях назначаем альфа-дреноблокатор, отправляем на 2-3 недели, потом повторно сдаем анализы и получаем бактерию. А грибковые поражения есть в этой области? Может быть, но там должно быть соответствующий субстрат, причина, почему это развилось. Иммунодефицит. Все-таки иммунодефицит, да, такие тяжелые состояния, там обычно им уже нет до грибка, но крайне редко. Поэтому, смотрите, а вот 10%, 10-15% всего лишь имеют такие бактерии, а что же 85% зачем лечишь? Грибы, скорее всего. Да нет, мне кажется, там болезни нет еще. Именно вот эти 10-15%, ну и в том числе остальные пациенты, и эффект плацебо, они обусловили то, что в свое время сформировали глупо хронической тазовой боли. И она во многом заместила теперь... Ага, то есть там вот 15%, здесь 15% настоящих больных, а остальные отфутболиваются обратно вот этот междисциплинарный консилиум, который мы сегодня ведем. Ну, по сути, сейчас хронический бактериальный простатит, как таковой, ну, можно сказать, его нет. Я бы сказал, что его больше практически нет. Это все-таки синдром хронической тазовой боли. Простатит мог быть, или он есть, но он либо не является причиной, либо уже не является источником той боли, которая у пациента есть. Либо вылечив его, мы не вылечим от основной проблемы. И здесь же вопрос не в том, что вот я его отфутболю дальше, допустим, да, скажу, все, идите дальше. Но, возможно, я вылечил первую причину. Но просто она существовала так долго, что уже все. Есть вот, мы разговаривали о юпоинт, феномене, не феномене, а о снежинке, теории снежинки. То есть то, что у этой болезни нет конкретной причины. Если взять снежинку, то у нее есть, допустим, пять концов и юпоинт. Это урологическая симптоматика, ну, мочевая, неврологическая, психологическая. Потому что на те же проявления синдрома хронической тазовой боли, на их возникновение может что-то, стресс, депрессия, какое-то горе в жизни случилось. Вот как бывает, спазм мышц каких-то на спине, это случается из-за нервной работы. То же самое и в тазу. Далее, органоспецифическая проблема. Ну, и вот из этих по первым буквам сформировалась теория юпоинта. Мы потихоньку так выходим все-таки, что нам очень нужен грамотный невролог в такой команде. Да, и даже если есть простатит, и он уже привел к тому, что у нас синдром хронической тазовой боли, или даже если была длительная несуществующая проблема с трещиной, которую вы пролечили, а боль не ушла, мы, соответственно, отправляем это к нашим коллегам. Ну, понимаю, значит, нет колопротологии, нет болезни урологической, да. Все болезни, получается, от нервов, да. Значит, будем как раз это обсуждать, да, так получается. На самом деле, если говорить серьезно, это проблема, которая трудна для диагностики, если мы говорим про неврологическую диагностику, да, трудна для лечения. И, конечно, она во многом больного, у которой оказалось нет никаких выраженных таких нарушений, этих параличей, она его очень сильно инвалидизирует. Дебилеете. Поскольку это боль, это боль, а боль часто мучительная, боль, которая непонятная, боль, которая фиксируется в нервной системе, в высшей нервной системе, и отсюда она становится такой хронической болью. Вот я приготовил ряд слайдов, чтобы мы увидели область малого таза. Вот посмотрите, пожалуйста, как множество, конечно, я... Вот, да, вот я показываю, да. Ну, здесь, в общем-то, органы, которые мы только что с вами обсуждали. А вот это вот пояснично-крестцово-копщиковое сплетение, в данном случае в малом тазу находятся только его крестцовая часть и копщиковая часть. Вот это спинальные нервы, которые, так сказать, отходят из этого сплетения, дают крупные нервы, идущие уже на нижней конечности, на половые органы. И, так сказать, здесь очень много различных других мышечно-связочных структур. Естественно, конечно, и суставы. И отсюда, конечно, проблемы, которые мы обсуждаем, хроническая тазовая боль, ну, можно называть еще анно-копщиковые проблемы, поскольку, в основном, боли-то именно в этой области наблюдаются. Поэтому проблемы, которые действительно должны обсуждаться, в том числе и неврологи. Вот посмотрите еще раз вот это сплетение. Вот из него образуются потом периферические нервы. В данном случае, если мы говорим про нервы, идущие, так сказать, к половым органам, к мочевым органам, то это в основном нервоспудендус. Это нервоспудендус, половой нерв, раньше называли соромной нерв, половой нерв. Вот он образуется из самых нижних частей этого крестцового сплетения. Из сегментов, которые идут из сегмента С3, С4, С5. В основном вот эти сегменты. Но кроме того, здесь, конечно, много очень структур, которые мы называем мышечной связочной структурой. Вот давайте посмотрим. Вот эти мышцы, мышцы, это мышцы, самые глубокие мышцы около позвоночника. Они называются многораздельные мышцы. Они идут от шеи, там и называются косые мышцы. И вот так по всему туловищу, по всему позвоночнику, они ведут, видите, до копчика. Многораздельные мышцы. Они принимают большого участия в формировании такого баланса. И поддержали балансы нашего организма. И когда, в общем-то, возникает, можно сказать, проблема с этими мышцами, то есть возникает резкий мышечный спазм. Боли очень сильные. Поскольку по соку эти мышцы, они очень короткие. И здесь они проходят как раз на суставы позвоночника. На дуга отручных суставов. Но в области креста суставов нет. А вот если повыше, между пятым поясничным и первым крестцом, эта боль может быть фиксированной. Будет называться мышечная сторона и блокад. Вот одна причина, когда появляется боль. Здесь что может провоцировать? Это, как правило, резкие движения с подъемом тяжести. Причем движения такие асимметричные. Какую-то в одну сторону и подъем тяжести. Мышца растянулась, а потом на место они встали, спазмируются, блокируется сустав. Рещайшая боль возникает. Боль в поясничной области, боль в области таза. А вот эти мышцы, мышца подвозно-поясничная мышца, ведь такая длинная мышца, она заходит уже в малый таз. И она тоже формирует боль. Боль сейчас тоже и поясничная, и тазовая боль. Эта мышца располагается глубоко, видите, по боковой поверхности позвонков. И спазм этой мышцы тоже весьма бывает мучительным. В основном, здесь боли возникают при ходьбе. Кстати говоря, такой диагностический тест. Эта боль возникает при ходьбе, причем при подъеме чаще на лестницу. И боль именно в этом месте. Именно в тазу. Именно в тазу и в области нижней части поясницы. Вот эта боль может возникать. Для вас это достаточно показательная боль. То есть вы можете по жалобам уже какую-то предположить. Кстати говоря, я могу эту мышцу и пропальпировать. И посмотрите, как ее можно пропальпировать. Точка аппендиса, все знают. Да, макбурной. Вот вы идете глубоко, делаете пальпацию, доходите до заболоков, она рядом находится. Дальше ДНЕ, ой, говорит, боль. Сравни с другой стороной. Но она спазмируется не только в этом месте. Она же сейчас спазмируется. Повторяю, она идет в область таза. Поэтому тазовая боль, хороидическая тазовая боль, может быть связана и с этой мышцей. Вот еще мышцы. Это очень важная мышца. Это прямо вот колоссально. Да, вот эта мышца действительно очень важная. Поскольку она начинается в области таза. В области таза, вот от внутренней поверхности крестца. Потом она перекидывается и идет на наружу часть вертвела, вышеберцовой кости. И эта мышца тоже очень часто формирует тазовую боль. Причем эта мышца, она чаще всего именно может располагаться и болезненно бывает, и причиной как внутри таза, но и системой, может быть, и вне таза. Но чаще всего причина первичная к грушевидному синдрому, синдром называется грушевидной мышцей. А почему это часто сидром? Вот ведь я вам показываю. В этом месте проходит в области апертуры этой мышцы седалищный нерв. Вот сидалищный нерв. И естественно, когда мышца спазмирована, то вызывает резкое раздражение сидалищного нерва. И там не только боли, а там возникнут симптомы. Симптомы выпадения функции этого сидалищного нерва, это, как правило, уже симптомы со стороны стопы. Поэтому у такого боли будет не только боль, а уже, может быть, достаточно выраженная слабость, в основном разгибатели. Слыш, ну это уже прямо в тяжелых ситуациях. Так, конечно, они жалуются именно на боль. Именно на боль, да. И, говорит, иногда вот сзади, причем не в ногу, они как-то так вот не поясница и не ягодица. Как-то вот интересно они так жалуются. И вот посмотрите, вот причина синдрома грушевидной мышцы, да. Это есть вторичные невертоброгенные, а есть еще вторичные вертоброгенные. То есть здесь, в общем-то, этиология этого синдрома, кстати, он очень распространен. И, как правило, даже если, скажу, такую типичную ошибку врачей. Вот, допустим, вертоброгенные, причины синдрома грушевидной мышцы. Вот такого больного на томограмме вели грыжу межпотонкового диска на нижнем поясничном уровне. Ого! Врач говорит. С этим все и связано. И больной пошел, вот как мы все заговорим, по этому самому пинг-понгу. Куда он пошел? От врача лучевой диагностики, который у нас очень умный врач. Он сразу скажет, он по томограмме диагноз ставит, да? Зачем ему клиника, да? Вам нужно обязательно пойти к нейрохирургу. У вас там грыжа. А нейрохирург, такая же проблема, о которой нам сегодня говорили, да? Вот часто он видит эту малую грыжу, а опять-таки диагноз ставится по томограмме. Симптомы никто же не смотрит, да? И на операцию. Операцию сделали, а боль осталась. И что? А почему? Потому что боль-то вот здесь она была, в этой мышце. Вот она, грушевидная мышца, да? Почему она грушевидная, кстати, переформа? Она как бы выглядит, как груша или что? Да, она, вот это, ну, может быть, даже по такому выражению и здесь можно посмотреть, как груша, да? А вообще-то она, если она там есть, если она посмотреть, она сидит, она к ней так суживается, вот, а потом, надеюсь, она расширяется. Вот, в области креса она широкая, а потом, вот, слушай, когда бедра выходит, она там уже... Она функционально нам нужна? Очень, очень мышцесвязана. Она, в общем-то, стабилизирует, в общем-то, фактически тазобедренный сустав, стабилизирует, в общем-то, и крестец во многом, да? Она принимает участие во многих очень двигательных актов. И она часто болит. Так вот, вот видите, весь вторичный невертопрогенный боли, и вот здесь патология органов малого таза. Вот то, что вы сегодня говорили, да? Это фактически, вот, когда органно-специфическая боль, но она вторично отражается на грушевидной мышце. А на что будет более жаловаться? Боль в области таза. Кстати, боль часто бывает поверхностная, это уже за поделами таза, поскольку эта мышца выходит уже из таза. И, в общем-то, возникают различные проблемы, которые мы называем хроническую тазовую боль. Опять-таки, опять-таки. Эту мышцу мы можем тоже диагностировать и пальпировать. Она, если посмотреть, в общем, на ягодичную мышцу, она находится под большой ягодичной мышцей. Немножко есть отодвинуть, такую глубокую пальпацию сделать, да? Ну, не все это поймут правильно. Что это вы у меня за попу схватили, говорю? Да нет, не так же. Вот такое движение, и глубоко пальпируется эта мышца. И вот здесь, конечно, когда мы дойдем до этой мышцы, возникает, в общем-то, боль. Есть еще другие приемы. Когда мы мышцы натягиваем с помощью каких-то дополнительных тестов, да, то отражается боль в области горшевидной мышцы. Это очень частый седро. И поэтому, помимо того, что я говорю в области малого таза, то это, в общем-то, еще связь есть с позвоночником. В этом, конечно, надо разбираться. В этом надо разбираться. Другие проблемы, другие подходы к лечению. Так что это, конечно, в общем-то, важно. Но вот если мы говорим сегодня тазовую боль и обратимся в МКБ-10, там же нет такого термина. Хроническая тазовая боль, тазовая боль. А там есть терм, который так называют, кокси-годиния. Вот о чем мы сегодня говорили, да. Кокси-годиния, она имеет шлифер в МКБ-10. Это боль, фактически, она копщика, такой болевой синдром, который в литературе принят на зоне такой, так сказать, это боль в области заднепроходного отверстия, копщика и промежности. Это будет называться кокси-годиния. И это причина, часто, в общем-то, такого болевого синдрома. И боли в области копщика, они особенно усиливаются при давлении на копщик. Кстати говоря, это хороший тест. Это свалка диагнозов или нет еще? Сейчас я покажу вам слайд, это достаточно уже есть классификации, так и много. Как-то последние десятилетия меньше литературу по этому поводу. А вот если посмотреть, из-за того, 70-х, 80-х годов, очень много было публикаций и анатомов, и хирургов, и морфологов. Вот это, конечно, проблема серьезно обсуждалась. Оттуда, в общем-то, пошли и эти классификации. Вот видите, есть, в общем-то, патологические процессы в области малого таза, в гормонной клетчатке малого таза. Вот в ответ возникают такие рефлекторные болевые мышечные тронечные реакции, какие-то невральные раздражения. И отсюда, в общем-то, феорично реагируют мышцы, от которых здесь как раз эти мышцы и показаны. Вот любая из этих мышц, она может давать такой миофасциальный синдром. Но, но, вот если говорить про классификации, есть как первичные причины, а есть вторичные причины. Вот если вот мы говорим про такие первичные причины, вот травма копчика, да, ведь многие садятся на попу очень неудачно, да, допустим, конька катается на лед, ба-бах, да, и казалось всего ничего, ну что там подумать, травм никаких не было, да, но вместе с тем, вместе с тем, это может быть причина потом фиксации процесса, почему? Потому что резкий был вздвиг копчиков, вот, резкий мышечный спазм, мышцы, которые, в общем-то, окружают копчик, проблема потом возникает, это такое воспалительное, поскольку через некоторое время алгические ферменты, которые нарастают, да, патрикенина, все другие, да, возникает местное воспаление, и если эту проблему не лечить сразу, да, боль не очень значительная, но если не лечить, то это потом может зафиксироваться, и отсюда возникает, так и видите, как бы, это даже фиброзные процессы, даже и такие-то контрактуры, и отсюда, в общем-то, вот это причина травмы, на которую, конечно, надо обращать внимание, когда мы собираем анамбас, и, кстати говоря, кстати говоря, более серьезные травмы, они, конечно, могут вызывать подвывихи различные, крестцов к общему суставу, вот посмотрите, вот это вот обычная регенограмма, да, вот здесь вот... Ну, это он совсем поломан, прямо положили горизонтально. Совсем, видите, это вот, конечно, большая серьезная проблема, то есть это угловая деформация. В такой ситуации, на что-то делали. Ну, здесь я вот не знаю, как такому больному помочь, так и говорю. Часто, ну, именно копчики сломанные идут к проктологу, электроматологу. Да. Если мы не видим явного болевого синдрома, я предпочитаю просто локально заанестезировать или что-то сделать, вообще не трогать его. Если такая большая поломка, то, конечно, травматологи там пытаются вправить, но чаще всего тоже ничего не делают. Я вот на своей памяти не помню, чтобы кого-то сильно оперировали с этим. У нас есть операции по поводу рака прямой кишки, когда мы делаем цилиндрический такой подход, и мы копчик просто убираем. Даже мы до С5 можем иногда убрать, даже иногда совсем и до С3. Все, что до С3, можно убирать снизу, от копчика до С3, потому что все, что выше, оно держит стабильность таза. И пациенты жалуются, даже если копчик уберешь, иногда на фантомные боли потом. Копчика нет, а побаливает. Что делать? И мучаемся. Я интересовался тоже проблемой хирургической. На самом деле, то, что вы говорите, вот я читал, и мало на самом деле сторонников таких хирургических операций. Тем более, ну, в общем-то, пространство большое будет свободное, после ударения копчика. А что там дальше-то будет в этом пространстве? Да. Проблема. 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 От себя добавлю, есть такой термин, встретился с ним, не так давно причем, аллогине. То есть, это когда то, что не является болью, организм начинает воспринимать как боль. Из-за того, что этому предшествовала либо длительная болевая какая-то симптоматика, то есть уже потом... Рефлекс такой получается. При деятельности существующей боли, ну, неважно как, неврологическая... Это психологическая проблема. Да. В мочевом пузыре, интерстенциальные циститы. Потом уже рецепторы меняются и начинают воспринимать банально, допустим, перерастяжение мочевого пузыря при наполнении. Как боль. Как синдром жертвов-пышки. Это извращенная реакция. И это может приводить к тому, что люди банально, вот как я читал, я не могу спать. Счастье для меня, если я сплю больше 2-3 часов в сутки, если позволяет мочевой пузырь. То есть доходит даже до такого. То есть идет извращение болевых ощущений. И, соответственно, смещение также болевого порока. Поэтому, помимо того, что найти причину и вылечить, мне кажется, крайне важно именно сообща, именно коллегиально сделать это своевременно. Потому что вот этот пин-пункт, это же время. Это время. Атолий, а можно я расскажу, как я иногда делаю? Этот пин-пункт меня тоже давно утомляет. И поговорив с нашими коллегами из хронической боли отделения, Леша Волошин тот же, он бывший анестезиолог, рематолог, который понял, что не обязательно интубировать пациентов, чтобы им сделать легче. Талантливый доктор, я ездил к нему, смотрел, как он делает радиодеструкции, все вот эти, интересно. Он говорит, ну попробуем. Я банально во время осмотра прямой кишки, я триггерные точки, вот эти болевые, нахожу. Они обычно в местах прикрепления мышцы к стенке таза или в местах, где нерв рефлекторно может быть задавлен. Алькок-канал типично очень, прям очень хорошо. А так как я знаю, что этот пинг-понг начнется, я говорю, давайте сделаем так. Пациент подписал бумажку, что мы туда локально. Единственное, тут требуют, конечно, навыки понимания анатомии малого таза, но у людей, онкопрактологов, она есть. Мы знаем, где элеваторы есть, как сосуды проходят, как нервы. Локально, немного гормона местная, длительного анестетика и короткого анестетика и отпускаю. Если через... Дипроспан, да? Чаще всего. Дипроспан. Дипроспан, рапин с лидокаином. В такой процент. И двухсторонний, если двухсторонний, колем. Пациенты, я вот обратил внимание, они говорят так, либо они счастливо исчезают на 2-3 месяца, вообще. И таких много, кстати. А есть пациенты, вот, наверное, те же злосчастные 15%, они говорят так, Ван Николаевич, очень классно, у меня боль вот там в прямой кишке, в тазу, которая мне казалась, ушла, но у меня появилась четко теперь боль, и вот вы точно описали, по задней поверхности бедра седали с ними в пояснице. Ну, да получается, что вы, может быть, первичную причину сняли, тот самый мышечный спан, который еще когда-то был, но все равно симптомы-то остаются. И, кстати говоря, ведь еще мы сегодня одну тему затронули, как-то мало о них говорили, это нейропсихологические проблемы, которые у больных постоянно возникают любой хронической боли, в том числе и тазовой боли. Это память боли, это образование, как в старых учебниках писали, очаг застойного возбуждения. Иван Петрович Павлов любил такое, очаг застойного возбуждения. Это, современным языком, это формирование такого фокуса по логической активности, каких-то нейрональных сетей, которые зафиксируются в головном мозге, и вот это и есть память боли, матрица как бы боли, она есть, она остается, хроническая боль. Когда мы ее лечим, она сразу, в общем-то, уходит. Но самое главное, неприятное, почему вот особо выделяется это как сагодинеем. Там есть различные нервы, в том числе нервы симпатические в области малого таза, да, а вот раздражение симпатических нервов, это нервогагитативные, симпатические нервы системы, они вызывают особый вид боли, который называется симпатология, боль связанная с раздражением симпатических нервов. Если нерв обычной периферийской зажает, то боль, как правило, тупая, такая нующая, распространяется по ходу нервов, а вот симпатическая боль совсем другая, симпатология, она резкая, она жгучая, она неприятная, ее трудно локализовать, она распространяется по вегетативным узлам, и, в общем-то, не знаешь, откуда эта боль вообще пришла, где она локализуется, да, вот поэтому эти больные и, кстати говоря, и лечится это очень плохо. У нас действительно надежный препарат, фармакотерапия, на лечение вот этой симпатологии, и вот там уже боль фиксируется, и проблемы больного. Вот это пин-пин-пин, по которому мы сегодня обсуждаем, поскольку действительно пациент ходит по врачам различных специальностей, это раз. А во-вторых, конечно, это формируется, вот эта самая память боли, и очень трудно, конечно. И поэтому вот эта кокцигиния, это очень неприятная болезнь, вот, когда она формируется как хронический, уже, да, ну, конечно, надо разобраться, надо разобраться, в чем причина. Если причина какая-то мышечная, допустим, синдром глушевитной мышцы, это доступно... Это кто должен поставить диагноз такой? Синдром глушевитной мышцы должен поставить невролог. 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 Неврологический диагноз. У нас там есть свои классификации. И чаще, чем лечат его? Значит, опять-таки, острый период, острый период, значит, даже не только острый период, когда боль приходит с болью, мышечной болью, мы сейчас называем миофасциальной болью, надо забывать, что болят не только мышцы, а фасции. И чаще фасции являются причиной этой боли, не сама мышца. У нас даже есть такой метод лечения, называется, это прокол сухая пульсия, мышечная пульсия. Значит, обычной иглой, мышцу, которую вы увидите, она напряженная, это поверхность мышцы, она напряжена, мы прямо пальпатором видим такой жгут этой мышцы. Можно сделать какую-то сухую пульсию, проколоть просто обычной стерильной иглой эту мышцу, можно даже двух листах, фасции распрямиться, и боль уходит. и локальная мышца. Надсечки, фасции, как они делают? подсечки, подсечки, а раньше даже специальные инструменты. Как при контрактуре дипотрена, мы тоже так делаем. Боли специальные инструменты, углотерапевты, которые такие надсечки делали. Это меня немножко ушло. Я просто объясняю, что там может быть. Сейчас фасции болят больше, чем сами мышцы. Интересно. Получается, до снежинка, опять же, мы вылечили ковчик, органно-специфическая терапия, и потом, соответственно, лечим все остальные части этого комка снежного. Это у нас получается мышечный спазм, соответственно, можно добавить препараты спазмолитики. Там не только спазмолитик, там нестероиды, просто спазмолитые препараты. Мы с этого обычно начинаем. Лично настроенные препараты тоже различные. Потом, значит, миролесанты, если мы тоже зафиксируем такое состояние. Сложно. Уже пациент, вот этот мужчина, 42-летний, он уже становится сложным. Чем более он запощенный, тем больше людей нужно, чтобы его вылечить. И кто является здесь руководителем лечебного процесса? Когда мы четко понимаем, что это не проктология, не урология, это вот именно та злосчастная, как цыгодинея, за счет, скорее всего, каких-то вот... Вот если мы исключили патологию органов, которого сейчас сказали, да, органно-специфические болезни, да, тогда, конечно, должен включаться здесь невролог. Но ему в помощь может быть, конечно, обязательным. Иммунальный терапевт, который, если понимает проблему, мышечный спазм, мягкие мышечные техники, да, это очень хорошая процедура. Это он включает. И галтерапевт, кстати говоря, тоже надо списывать счетов, это специально. Эта специальность тоже позволяет лечить локальные симптомы, в данном случае, локальные, да. Хорошо здесь, конечно, если врач-невролог, но не всегда сейчас бывает, тогда можно привлечь в помощь, допустим, ортопедам. Это различные пункции. Лечебные блокады, да, они очень хороши, вот то, что вы говорили про блокаду, которую вы применяете, то же самое можно такие блокады делать. Ну, это с физиологи, кстати, или сахарного сустава, блокады часто все делаются, да, мышечные блокады, то же самое, грушевидные мышцы. Это надо с счетов не сбрасывать. А иглорефлексотерапия сможет... Я сказал, да, тут различные виды иглотерапии, конечно. Есть, по-моему, слово, я просто забыл, как оно называется, вот оно все это объединяет, называется йога. Нет, не йога. А я посылаю на йогу, очень часто, честно говорю, консультация Сергея Агапкина, говорю, Сережа, идите, он в этом хорошо разбирается, он врач и йогатерапия. Агапкин, ты один, а мы говорим про большую проблему. А у него и студия, где все его ученики, у него там сотни учеников. Да, в том числе йога, то есть это нестандартные подходы к лечению. И даже вот клинические рекомендации, я читал, там написано, эта группа пациентов требует, вот просто слово забыл, оно очень редко используется, потому что... Требует излечения. Да, требует лечения, вот такой вот методом. Ну, я просто добавлю, потому что, конечно, здесь не только лекарства, в общем, важно здесь не медикаментозный метод лечения, я уже назвал вот эти методы, а кроме того, конечно, кинезотерапия сам по себе. Тейпирование? Для... Ну, это не только это. Не только это, но до каждой мышцы есть свои приемы релассации. Который сам пациент, если ему врач покажет, и врач лечебной скульптуры, он может потом сам делать. На йогу, конечно. До каждой, в общем-то, процедуры. Ну, вот йога может... Грамотная йога. Не та йога, говорю, которая девушка съездила на полмесяца в Индию, и за 200 долларов получила сертификат у какого-то непонятного человека, а когда это именно научно поставленная система. Это вот наша лечебная физкультура. Та же. Правильно. И поэтому, конечно, не надо увлекаться только лекарствами, а вот лекарственной терапией и сочетом... Ну, опять-таки, память боли, да? Память боли. Это проблема уже психологическая. Бонабиосов отправить. Психологическая, поэтому здесь должен быть четвертый специалист сегодня, да? Это психотерапия, он может в страде называется, там немножко по-другому может называться. То есть надо включать уже препараты, которые влияют... Не стесняться. ...на психику. Понятно. Поскольку больной сам не справится. Тревожные симптомы есть, тревожное состояние. Депрессия, честно, тоже вовлекается, хотя не признаются в этом. Да, у меня все нормально, да? Да, да, да. А если так разобраться, это уже есть... Это о чем не говорят мужчины. О чем не говорят. О чем нельзя похвастаться с мужиками в бане. Совершенно верно. Как бы не поймут. И наш символ, кстати, кто обратил внимание, коллеги, камеру наведите, пожалуйста, на наш кактус, да? Наш печальный такой вот... Именно, наверное, символом будет наша передача, возможно, в ближайшее время, о чем не говорят мужчины. Что-то в нем урологическое есть. Что-то в нем урологическое, конечно же, есть. Тревожный, ну вы, получается, лидирующий доктор в этой проблеме. Были ли счастливые случаи излечения? Вы знаете много. Когда разбираешься в этом, много, да. Но, говорю, когда уже включаются вот эти симпатологии, там труднее гораздо. Так я не сказал еще про физиотерапию. Обязательно. Обязательно включаю. Но кроме гидроколонотерапии. Вот к этому я отношусь строго негативно. В одном большом и очень дорогом учреждении прям направляют на гидроколонотерапию. А в этом же учреждении один гениальный проктолог, он почти всем пациентам делает массаж леваторов таза. Вдумчиво мнет что-то через прямую кишку. Это сродни вашим коллегам некоторым, которые мнут простатую в надежде оттуда получить золотой какой-то слиток или что-то, не знаю, что они хотят оттуда получить. Удивительно, конечно. Поэтому, конечно, и так мы уже резюмируем, то, что мы сказали, да, конечно, должен быть диагноз. Должен быть диагноз. Когда мы выставим кокцигодинию? А? Когда мы выставим кокцигодинию? Когда, во-первых, исключим вот эти причины, которые мы сказали про вашу болезнь, да, вот, и потом уже, когда мы выявляем вот эти все симптомы, которые, во-первых, анамнез, жалобы, они очень характерны, жалобы, то, что я говорил, вот эти симпатологии, это очень характерны жалобы, да, и мышечные тайные симптомы, которые тоже невролог очень хорошо знает, тоже может выявить это спазм этих мышц, которые, в общем-то, есть. Если наручный фунт седалищного нерва, это тоже можно легко, в общем-то, выявить. А потом, после диагноза, кстати, мы еще, знаете, какую проблему упустили? Венозная проблема. А это женщина, это следующая передача. А давайте, все-таки, мужчин тоже здесь вспомним. Тут чуть-чуть поверьте, но у женщин-то будет отдельно большая песня. Да, конечно, но у мужчин тоже может быть. И, кстати говоря, вот если переполнены вены малого таза, вот все симптомы, по которым мы с вами говорим, они тоже могут быть. И это иногда удается оперативно неплохо лечить. И поэтому, если у больного системный венозный анамнез, вот на это надо обращать особое внимание. Это дополняет то, что мы с вами сегодня сказали, да. Согласен, но у таких больных часто бывает варикоцелия, прооперированного в подростковом возрасте, да, да, да. Опять же, варикозное изменение нижних конечностей, геморрой периодически, который обостряется. Триады любимые наши. Интканная такая проблема. Когда мы не видим конкретную причину, вот по тем же рекомендациям если смотреть, один из препаратов это как раз-таки венотоники. Хлеботоники. Ну да, хлеботоники, которые мы должны назначать. Противовоспалительные. То есть, там терапия, к сожалению, у 50% больных эпирическая. То есть, должно помочь. И мы не гнушаемся и даже этим препаратом, главное, чтобы пациенту помогло. За 12 минут такой диагноз невозможно поставить. За 12 минут невозможно сделать такую быструю логическую цепочку. Тут требуется экспертная помощь, мультидисциплинарная команда. И мне кажется, надо ратовать, что вот такие консилиумы или собрания людей, которые думают правильно в одном направлении, они должны быть возможно в каждом университетском центре или в крупных стационарах, где вот как бы междисциплинарно можно будет лечить таких сложных пациентов. Это проблема наша уже организация на хранение. Где мы такие консилиумы соберем? Ну вот мы сегодня один собрали. А в поликлинике мы соберем такой консилиум? Все зависит от драйвера. Если есть драйвер, который вокруг себя собрал таких пациентов, а потом видит, что он один не может решить, он может собрать такую команду. Пациентов море. Я знаю, что в 29-й больнице, насколько я помню, есть центр тазовой боли создали. Он больше гинекологический, но все равно тоже Алексей Волошин в Целте делает хорошие... Есть, конечно. и у него такая хорошая бригада алгологов так называемых. И они тоже так перераспределяют по специалистам узким, как мы вот с Александром, а потом говорят, не, ну, и на себя забирают. Очень хорошо, очень хорошо. Вообще, если центр боли, который сейчас создаются, да, это та самая структура лечебная, учреждения, где, куда больные должны направляться, где с ними должны разбираться. Центр воли, да. Кстати, в нашем университете тоже такой центр есть, ну, российский медицинский университет. Так что мы тоже так это уже организовали. Похоже, в первом медицинском есть тоже, да. В первом медицинском вообще все-все есть. Альма-Матер, да. Что хотел добавить. Вот я все-таки с онкологией пришел в основном, да, я больше онколог. Все вы знаете, как диагноз онкологический звучит? ТНМ. Очаг, лимбоузлы, метастазы. То есть, есть четкая структура. И вот любой онкологический диагноз, если ты возьмешь, всегда есть ТНМ. Размер опухоли, размер метастазов, для каждой нозологии свой. И взять, допустим, рак молочной железы, не мое, да. Ну, такая стадия. И при этом Хердванео, BRCA, люминальный тип. И ты четко понимаешь уже из диагноза, на какой стадии, как давно примерно, чем лечить, какой прогноз. А здесь, как там я встретил, как это называется, ходж диагноз. То есть, это солянка. Диагноз в виде ежа. То есть, все подряд. А, хедж-хок. Да, хедж-хок диагноз. То есть, сейчас считается, вот, это вот последний модок. Есть врач, который является основоположником в тазовой боли. У него даже монография есть. Немец. И он говорит, что надо подходить, как к онкологии. То есть, создать некую классификацию этой боли, где можно было четко не все понабихать в диагноз, а чтобы у человека читающего было понимание. То есть, преемственность была. преемственность. Возможно даже создать какую-то отдельную дисциплину. Слушайте, ну, пишите, мы-то, мы подпишем. Ну, почему нет? Почему нет? Организуем общество уже тазовой боли. Общество тазовой боли. Я думаю, все-таки надо в мужскую проблему только сводить. Давайте женщины послушаем, а потом создали общество. В одну передачу очень сложно уложить. Вы понимаете? Да, конечно. У нас же в следующей передаче обязательно будет, наверное, Вика Косян придет. Возможно, кто-то из гинекологов, грамотных, кто понимает. И обязательно будет альголог. Потому что надо услышать этих людей. Потому что они немножко все время в стороне, как-то так, в стороночке стоят. Безусловно. Потому что врачи не любят лечить с кем-то за компанию. Крайне редко, к сожалению. А я очень люблю. Ну, вы хороший врач. Нет. И современный. А у нас люди любят, чтобы больной от и до лечился. И особенно, если это хирургически. Как не получится при этих больных? И вот те конференции, которые проводятся сейчас, в России были конференции по синдрому хронического холаза боли. Они всегда были междисциплинарные. Обязательно. То есть, там были все специалисты собраны от и до. И это правильно. Почему, наверное, проктологи наиболее легко так воспринимают мотивисциплинарность в этом месте? Потому что рактоцелия, выпадение, это проблема трех компартментов. Урогинекологический, гинекологический и проктологический. И лечение одной проблемы, оно совершенно не всегда решает все остальные проблемы. Надо мультисциплинарно, комплексно, потому что пациенты в итоге один. Коллеги, дорогие друзья, надеюсь, вам что-то понравилось, что-то интересное. Мы очень ждем от вас вопросы. И вы обязательно пишите их на сайте. Мы сейчас обязательно после технического перерыва их прочтем. и озвучим ответы. Я хотел, наверное, то есть, вы драйвер получается у нас, вы у нас такой, в хорошем смысле, стрелочник. Мне бы хотелось вообще эту пас дать и в вашу сторону, поскольку, конечно, проблема опять мультидисциплинарная. Если все неврологи возьмут на себя такую проблему, мы опять идем в тупик. Сегодня мы правильно взяли такой тон, вот мы все причины, казалось бы, разобрали, и у кого какое место вы решили эту проблему. Мы работаем слаженно для одного пациента. У нас нет задачи его в футболе, потому что завтра у меня это заболит. И что, я буду как пинг-понг бегать по всем специалистам? Не надо так про себя. А все заболит, ничего страшного. Все у всех одинаково. Врачи такие же люди, у нас такие же болезни. Просто мы о них не говорим. Это же проблема. О чем не говорят мужчины. Перерыв, да? Да, перерыв, наверное. Александр, у вас, по-моему, дебют у нас на первом медицинском. Прям очень вдумчиво, интересно. Как-то что-то еще скажете, чтобы ребята, вот коллеги наши кто смотрит. Я думаю, даже если сделать это все междисциплинарно, самое главное, чтобы не было, знаете, как в медицине любят выражаться козлов отпущения врачей. Неврологи. Не все к неврологу, даже понимая, что это твое в чем-то, не надо делать, я думаю, все равно главным кого-то. Потому что даже если причина в неврологии, допустим, кокцегинея или что угодно, травма была какая-то, грыжа вылезла, то все равно возможно начнутся расстройства мочеиспускания, которые при длительном существовании будут источником в итоге, как в итоге изменения уже в стенке мочевого пузыря, развитие трисциального цистита, возможно, хронической инфекции нижних мочевых путей. То есть, все равно свою работу каждый должен будет сделать. Потому что если больной уже получил синдром хронической тазовой боли, он уже старый больной. Острое состояние возможно. Невролог один справится, либо проктолог справится. коллеги, напоминаю, что сегодня в студии с нами есть и будут всегда профессор Федин, ведущий невролог, ведущий мыслитель неврологии. Александр, вы его теперь можете часто посмотреть у нас на будущих передачах. Он руководит отделением онковрологии в институте рентген-радиологии. И Бадман Николаевич Шанкаев, который очень частый гость этой студии. Он уже бывает и в роли ведущего. Всегда у него великолепно все это получается. Он очень так хорошо и доходчиво рассказывает о проблемах. Потому что я для себя эти передачи часто слушаю, потому что я хочу сам понять, что происходит. Это мое постдипломное образование, кстати, так скажем. Спасибо. Перерыв, да? Перерыв, да. Ждем вопросы. Спасибо огромное. И мы снова с вами очень благодарны за внимание к передаче. Приятно, что хорошие вопросы, хорошие отзывы Саша, вам низкий поклон от людей, которые интересуются проблемой. Нравится, например, коллега, по-моему, это рентгенолог, мне кажется, это доктор Петров такой, пишет, что на МРТ любит описывать простатит каждому второму человеку. Мы с этим боремся. И мы с этим боремся, потому что это отписка. Он сработал, по-моему. Да? Кирилл Сергеевич? Возможно. Кирилл Сергеевич очень грамотный специалист. Грамотные вопросы. Эл, исключили органику. Как по МКБ шифровать при направлении к неврологу? Значит, посмотрите болезни периферийской нервной системы. Это раздел G. Раздел G. Это раздел G. болезни периферийской нервной системы. Там найдите, в общем-то, раздел нервопатии. И там кокцогения, я просто сейчас не помню, шифр. Прямо есть шифр кокцогения. Хорошо, отлично. Очень практический вопрос. У нас благодаря, что это именно практическая школа, как всегда. Какие препараты более эффективны при симпатологиях? Вот я говорил, что это серьезно большая проблема, поскольку нет препаратов, раньше применяли гангроблокаторы, но они казались неэффективными, сейчас мы их в практике не имеем. Но вот если мы говорим про хроническую боль, это уже более хроническую, больше трех месяцев, там уже подходы другие, они уже в международных классификациях и в наших отечествах достаточно четко уже сфорнированы. Здесь в общем-то боль выходит уже на сегментарный уровень, то есть выше уровня спинного мозга, и поэтому блокируются все эти пути, которые идут от коры больших полушарий до спинальных сегментов. То есть таким больным назначаются противопераптические препараты, которые имеют такое свойство снижать порог болевой чувствительности. Карбомазепин, что это? Как классика, сейчас появились новые препараты, это лирика препарата, прегабалин, название международное. Значит, такие препараты включаются в схему. Дальше включаются ансиолитики против тревожных препаратов. Такие случаи назначаются антидепрессанты, которые одновременно имеют и антидепрессивное действие, и ансиолитическое действие. За рулем можно есть с ними? За рулем можно ехать. И местные блокады, то, что я говорил, местное лечение, которое проводится в таких случаях. Фармакотерапия и плюс еще немедикаментозное лечение. Но это же назначить может невролог, обычный врач-коллапрактолог это же не может назначить. Поэтому к вам. Понятно. Поэтому к вам. Коллеги, мы, наверное, не будем вас задерживать, сегодня хороший день, сегодня понедельник, насколько я помню, с новым рабочим таким интенсивным курсом вас всех. Огромное благодарное за то, что слушаете, интересуетесь. Все вы сможете посмотреть в архиве. Если у вас есть вопросы, присылайте. В следующей передаче, которая будет посвящена уже больше женским аспектом, вместе с нашими будущими уважаемыми и сегодняшними крайне уважаемыми, глубоко уважаемыми комодераторами, будем рассказывать про хроническую тазовую боль у женщин. Спасибо огромное. Спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok